В этот четверг глава Твери Алексей Огоньков провел инспекционную поездку по избирательным участкам, в ходе которой выяснилось, что на всех пунктах для голосования приняты все необходимые санитарные меры предосторожности. Каждому, кто приходит, не только измеряют температуру, но и выдают одноразовые перчатки, ручки, так что голосование проходит абсолютно безопасно. Городская администрация провела большую подготовительную работу. Мы сейчас несколько участков проехали, посмотрели обстановку. Все участки оборудованы средствами безопасности. Все участки будут обрабатываться дезинфекционными растворами в соответствии с установленными графиками. Такие же строгие требования соблюдают руководители крупных предприятий, которые решили организовать на своей территории пункты для голосования. Это проводится впервые за мою трудовую деятельность. И это очень удобно, поскольку мы работаем в смену по 12 часов, и время наше экономится. Время это заняло буквально минуты. Очень удобно, что приехали избирательные комиссии на завод. Это очень важно. Избирательный участок прямо на работе? Такого сотрудники одного из старейших предприятий города не помнят. Раньше всегда приходилось тратить время, куда-то идти в свой выходной. А сейчас выразить свою гражданскую позицию намного проще и быстрее. Для меня, как руководителя, очень важно, насколько люди зрелые, насколько они разбираются, что они делают. Не просто пекают хлеб, а как они относятся к политике города, к политике области, к всей стране. Это проверка. И проверка, я считаю, у меня прошла, в общем, я удовлетворяю. Рабочие говорят спасибо. А больше ничего не надо. Вместе с сотрудниками голосовал и руководитель предприятия Нина Болгова. По ее мнению, в эти дни очень важно проявить неравнодушное отношение к будущему своей страны. У меня есть своя гражданская позиция. Понимаете, мы сегодня можно много говорить о том, что где-то хорошо, где-то плохо и так далее. Каждый должен учить себя. Проголосовать можно с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов. При себе нужно иметь паспорт гражданина Российской Федерации.